Интересная тема здесь сейчас, которая называется «Презентация сборника сказок «Однажды в Новый год», который создан в рамках благотворительного проекта поддержки творческих людей с ограниченными возможностями. Ну и, конечно, у нас уже здесь есть спикеры и модераторы. Ну и под ваши громкие аплодисменты я представляю руководителя ПТО «Свет», организатора и куратора международного благотворительного проекта поддержки творческих людей с особенностями, Ольга Блакруа, аплодисменты. Ольга будет модератором, и все подробно расскажет и всех представит, поэтому, Ольга, вам без слова. Да, все работает. Начинаем. Отлично. Мой рядом сосед, спикер, Настя, говорит, я волнуюсь. Волнуются все, действительно. Есть рекомендация одного психолога, очень известного, я не буду называть его фамилию, у нас только она известная. Она говорит, что в такие моменты лучше съесть эклер. Да, именно чувство вины после съеденного эклера на какое-то время приглушит чувство тревоги. Так что у меня на кармане всегда эклер. Чтобы не волноваться, Настя, теперь по эклеру. Для наших гостей я, когда делала приглашение, думала, надо было еще написать, чтобы брали с собой попкорн, потому что будет интересно. Итак, мы начинаем. Мы представляем сегодня книгу «Однажды в Новый год». Это сборник волшебных новогодних сказок от непрофессиональных писателей с ограниченными возможностями со всей страны. От Москвы до Хабаровска. Эта история родилась из личной проблемы одного писателя и выросла в масштабы такого международного движения. Тогда же и появилась миссия этого движения. Интеграция человека с особенностями в сообщество посредством именно творчества. Именно в совместной деятельности стираются границы. И творчество — это такая интересная игра. Наши авторы, они не только пишут сказки, но среди них есть мультипликаторы, есть певцы, есть танцоры, есть спортсмены. И сегодня я сейчас представлю вам всех. Это у нас Дарья Добыш, Москва. Она у нас психолог по образованию и лауреат премии «Добрая волна» Игоря Крутого. И еще она автор талисмана Олимпиады Сочи. Татьяна Чурзина. Она тот самый мультипликатор, который закончил мультипликационную студию «Шар». И ее мультфильм «Путешествие к Крузенштерну» берет до сих пор на фестивалях на разных кучу призов. Мария Баталова. Она профессиональный сценарист, лауреат премии Ильдара Рязанова. Женя Белоголовцев. Он профессиональный телеведущий. Марина Козикова. Писательница, журналист, блогер, путешественница. И кроме того, она многочисленный победитель танцев на коляске. Александр Кононов. Он историк-архивариус. И сейчас готовится к защите диссертации, несмотря на сложные заболевания ДЦП. Пожелаем ему всяческих успехов. Алексей Богомазов. Он не только психолог, он еще и спортсмен-победитель в соревнованиях по пауэрлифтю. При этом он передвигается на коляске. Гузель Гайнудинова. Это самый наш младший участник. Девочка пишет на татарском, английском и русском языках. Давид Турецкий. Он у нас отличник. И изучает сразу шесть иностранных языков. Действительно, у аутистов своеобразная память. Если вспомните фильм «Человек дождя» с Томом Крузом. Герой Джастина Хоффмана как раз справочник запомнил с первого раза. Так вот, у Давида Урецкого как раз память, где родители помогли вот это переработать в плюс. И Диана Слепевская. Она художница, профессиональная художница. Сейчас студентка Академии акварели Андрея Аки. И в 22 года у нее 26 персональных выставок по всей стране. В том числе и в Новой Третьяковке. Кроме того, ее картины на постоянной экспозиции в ряде стран мира. Это Китай, Корея, то, что я точно помню. И сейчас мы, к сожалению, не все смогли быть, потому что наши писатели от Москвы до Хабаровска. И не все смогли быть, учебный год начался. Мы представим вам видеооткрытки наших авторов. И первое будет у нас первое видео Марины Хозиковой. То есть самой писательницы, которая в ваших книжках, кто уже успел посмотреть, написала «Снежного кота». И я не знаю, нас слышат там в рубке, да, что нам уже первое видео можно поставить. И мы сейчас Марину послушаем, что же она нам скажет. Звука мы не слышим. Не, я знаю, что Марина сказала, конечно, я уже прослушивала. Но вот мы с звукой по-прежнему не слышим. Нам, наверное, сейчас повтор сделают, чтобы со звуком было. А? Да, да. Марина посетила уже на сегодняшний момент более 16 стран. Человек находится на коляске. Но для таких сильных духом и целеустремленных преград нет. Поэтому Марина продолжает писать сказки. У нее после «Снежного кота» продолжение про девочку Варю, про ее приключения. То есть в нашей книжке первая сказка была, так скажем, вводная. Ага. И до сих пор нету звука почему-то. Ну, Марина желает всем собравшимся верить в волшебство и в чудеса. Несмотря ни в какие обстоятельства, которые мы ограничены. И та рекомендация, которая в книге от Ира. Мы книгу дали в подарок. Это была твоя книга. Да, да, да. Чтобы следить можно было за нашими авторами и их произведениями. Так вот. Я писатель, организм, обозреватель проекта «Солнечный луч» Я писатель, организм, обозреватель проекта «Солнечный луч» «Волшебных сказок». Мне кажется, это сказка для детей, которые когда-нибудь станут взрослыми написать. И для взрослых, которые наверняка когда-то были видны. И что такое сказка? Я говорю, знаете, сказка ложь. Даже не и намек. Сказка ведь это разговор о реалии. Просто немножко иным языком, многозначным, многосказательным. И в сказке можно узнать много такого, что ты действительно встретишь в реальной жизни. Вы знаете, может быть, ваша соседка, это самая настоящая баба Ягара, но она совершенно не знает, а голодает. А вот этот ворозный бёс, я уверена, это просто заблудившийся серый волк. И он ищет дорогу по моему. И он тоже, конечно, совершенно не злой. Хотя очень злой. Вот так и я пришла однажды, как автор своего «Снежного кота» в проект «Огнаждый злой волк». Потому что мой «Снежный код» как-то постучался в окно, она влетела, влетела, влетела в лодочку, встала в шокольнике, и стала рассказывать, рассказывать, рассказывать. И появилась сказка «Снежный код», а вслед за ней появились еще 20 разных сказок, и совсем не о Катане, и не только о Катане, и рассказанные Катанами, Катанами, и с Сабанскими, и с Серым Волком, и им только не рассказывали. Я очень рада этой частью сказок, я рада быть автором сказок, а может быть даже без героев. Какой-нибудь чудесный сказок, который очень хочется видеть. Правда? Да, Марина у нас такая сказочница, даже в выступлении свое. И следующая видеооткрытка у нас будет из Хабаровска, как раз от Дианы Слепецкой. Она скоро сюда держит путь, в Москву, чтобы продолжить обучение в Академии акварели, пока она в Хабаровске. Но записала для нас тоже видеооткрытку. Это та девочка, чьи картины на выставках во многих странах мира. И да, второе видео теперь наше. Сейчас будет выступать. Дорогие читатели сборника волшебных историй «Наш дырновый год». Меня зовут Слепецкая Диана, я один из авторов и художников книги. Моя основная деятельность — это изобразительное искусство. Что-то важно не только верить, но и шаги ему навстречу. Эти слова стали эпиграфом книги и, наверное, ее главной мыслью. Каждое из произведений — это лишь то иное, как огромная вера в чудо. Возможность каждого из десяти авторов вести диалог с обществом языком литературной речи. А для художников книги, мастеров книжной иллюстрации — это возможность говорить с миром на языке и образом. Произведения и герои, с которыми вы познакомитесь на страницах этой удивительной книги, обязательно откроют верю в мир, добра, тепла и света. Очень надеемся, что после этого вы станете верить в чудеса чуточку больше. Какие мудрые слова, практически от ребенка. Вторая часть нашей большой команды — это художники-иллюстраторы. Ту красивую, яркую книгу, которую вы держите в руках, это их как раз заслуга. И первым, кто откликнулся на наше предложение принять участие в проекте, был Игорь Юлевич Олейников, который сегодня вместе с нами, я впервые его вижу так очень близко практически. Игорь Юлевич — профессиональный художник-постановщик анимационного кино. Игорь Юлевич — лауреат и финалист и победитель множества премий. Самая главная премия — это премия Андерсона, которую он имеет. Единственный в России иллюстратор, достойный этой премии. На минуточку, премия Андерсона — это Нобелевская премия в детской иллюстрации. Игорь Юлевич, теперь слово вам. И еще раз нашей благодарности. Да, здравствуйте. Ну я, честно говоря, не великий мастер. Говорить я все больше рисовать. Но когда мне предложили здесь работу, то я понял, что здесь надо браться обязательно, потому что это такой благородный проект, что нельзя не поддержать. Я долго все прочитал, долго выбирал, в конце концов выбрал одно стихотворение. И как выяснилось, я не посмотрел автора, потому что сейчас кто автор, тоже аниматор, потому что я тоже работал в анимации. И мы как-то родственные души сошлись. И вот я сделал ее стихотворение. Она там пишет про зайцев, а зайцы мои, кстати, самые любимые животные. Как получилось. Вот я нарисовал. Не очень многое картины подричал других, но тем не менее, как вышло. Так что я очень благодарен Ольге и этой организации, что у меня такое представление возможность. Помогать надо. Если есть возможность, надо помогать. Игорь Юрьевич, низкий наш поклон вам от всей нашей команды. Среди художников, а у нас их 14, приняли участие Алексей Дмитриев с Алтая, а он дважды лауреат премия «Образ книги». Владимир Распутин с Новосибирска. Вы листаете и смотрите их картинки. Это последняя сказка. У него авторская техника живописной мозаики, которая признана культурным наследием России. Ирина Федорова, Валерий Козлов, лауреат премии «Новая детская книга». Сергей Белозеров из Воронежа. Он призер международных конкурсов в Сербии, Польше, Китае. А следующие художники нам записали свои видеооткрытки. Это будет третье видео, где семья иллюстраторов Аболенских, мама-папа, Александр Светлана, Анна и Дуня иллюстрировали сказку «Мария Баталова и добрая девочка». Сказка такая самобытная. Их художники такие же подобрались под нее самобытные. И они из Псковской области. Игорь однажды в Новый год это форма, к вам сказок. Течинили эти сказки и удивительные, и это вкусно. Но здесь эти люди, которые очень сильно икрутили. Так что он боя, передоявая в любом спусти и искренне рада. В книге много контейнеров их нарисовали на съемные книги «Божьи и Божьи» и «Семья Валентин», «Божьи и Божьи» «Мама Светлана Тонья» нарисовали эмострации, сказки «Добрая девочка». Ее сочинила очень талантливый писатель и сценарист Мария Ботанова. Это новогодняя история маленькой девочки «Божьи». В сказке есть говорящие звери. Вредная баба Игорь, сентрелеса, пьяного, подруг зверей вешал. Те два просто находчивые подважные пучки. Герои этих сказок теперь будут гостить в вашем доме. Мы надеемся, что вы подрубитесь с ними и полюбите их. И мы верим, что все то добро, которое вложили в этот сбор, писатели, художники, спонсоры, редакторы, просияет со страниц книги ласковым солнцем. И вы увидите и почувствуете, как прекрасен каждый кровь этой день. Божество вольется в вашу жизнь. Божество добра. И мир, как стать радостью и ярче. И пусть добра в мире будет больше. Молодцы, ребята. Кстати, они тоже лауреаты Международной премии «Образ книги». Еще одна видеооткрытка из «Солнечной Франции» к нам. Отправлена от художницы Суази Кване Гатинон. «Графика с мировым именем». Она проиллюстрировала сказку Жени Белоголовцева, где пес Рудик спасает свою хозяйку. «Суази Кване Гатинон» Я буквально сейчас синхронно переведу. Это настоящее удовольствие, что я приняла участие в иллюстрации такой замечательной книги «Рождественские истории». Отмечу хороший дизайн книги, иллюстрации команды художников и сам дух этих произведений. Волшебно читать эти рассказы, написанные людьми с особенностями. Я очень счастлива, что стала частью этого большого проекта с теплыми пожеланиями Суази. И еще одна у нас открытка. Это будет пятое видео. Это я говорю тем людям, которые сегодня не с нами, но они практически с нами, там за стенкой находятся. Открытка будет от наших художников Екатерина Бабок и Виталий Дударенко из Белоруссии. Приветствую, шановные сэбреи. Здравствуйте, дорогие друзья. Это Дударенко Виталий из города Минска, Республика Белоруссия. В первую очередь, я хотел бы всех нас с вами поздравить с завершением этого уникального проекта «Волшебных сказок и истории» под общим названием «Однажды нового Ильинича». Почему он уникальный? Потому что литературную часть его создали люди с ограниченными физическими способностями, но безграничной душой, с безграничным интеллектуальным посылом, которые читателя не оставят равнодушными. Я думаю, что про этих людей говорить близко как более просто невозможно. Я считаю, что перед ними надо только преклонить колено и снять шляпу. Дай Бог им здоровья. Пару слов я хотел бы сказать о художниках, которые участвуют в этой книге. Я не знаю, каким критериям больно отбирала участников свою команду. Если она захочет, она сама расскажет, она сама интересна. Но художники все настолько уникальны, что плюс один удаешься ее какому-то чутью. Потому что наши все иллюстрации, они настолько все разные, и настолько все не похожи друг на друга, какие очень украшения на новогоднем елке. Мы вызываем восторг, вызываем удивление. Наши все иллюстрации запоминаются, и хочется их рассматривать снова и снова. Но это здорово, когда в книге есть разные авторы. Я еще хочу сказать о том, что благодаря ему, я знаю, что он прошел очень непростой путь, потому что были определенные сложности в этом проекте. Благодаря ему все объединились, объединились в одну команду. Я знаю, что этот проект установлен, что участвуют в будущем с Францией, что мы с Великолепной Катей Баблок участвуем в Голоруссии. Очень многие знаменитые российские художники участвуют, а в Гринии Игоря Ленинков, что стоит. Или же Валерий Козлов, в Солфашии, прекрасную обложку, в Семьи Абалецких. Слово, говорить про художников можно очень долго, то их творчество и искусство наверняка будут созданы еще отдельные публикации и статьи. А сегодня я хотел бы выразить общее мнение в том, что проект получился. И за это, конечно, мы должны благодарить Ольгу, потому что именно благодаря ее достойчивости и силе воли мы прошли этот тяжелый путь вместе. Мы даже с ним подружились и общаемся не только на тему книги, но и на другие темы, что очень и очень замечательно. Всем удачи, здоровья и до новых встреч. Всегда Ваш, Валерий Коветович. До побольшего времени. Благодаря такой яркой команде художников книга получила премию специального диплома Международной премии образа книги. Мы сегодня в гости пригласили Анастасию Ивановну Архипову, председателя как раз этого жюри Международного конкурса книжной иллюстрации и дизайна книги «Образ книги». Заслуженный художник, председатель секции «Книжная графика» Московского союза художников, академик Российской академии художеств. Анастасия Ивановна, просим. Здравствуйте, уважаемые коллеги и друзья. Очень рада видеть сегодня всех Вас на презентации этого необычного издания. И я хочу поздравить действительно Ольгу. Вы вручили диплом на презентации конкурса «Образ книги» в рамках ярмарки на Красной площади. А сейчас просто еще раз поздравляем. Потому что включил именно весь проект целиком, спецдиплом. Не отдельно кто-то из авторов, не отдельно кто-то из художников. Хотя некоторые художники были уже и раньше лауреатами конкурса «Образ книги» за свои другие иллюстрации. А тут весь проект, потому что он необычный. Это благотворительный проект. Это проект в поддержку авторов с особенностями развития, с какими-то вот помехами, которые для них существуют в жизни каждый день. Но оказалось, что этих помех нет для того, чтобы им проявить свои творческие возможности. И это замечательно, что Ольга собрала вот такое издание, что она договорилась обо всем, что она пригласила этих замечательных авторов, каждый из которых внес свой вклад в это издание, что она собрала художников. Это, я думаю, первый такой проект. И я очень желаю Ольге, чтобы и дальше что-то такое продолжалось, потому что, в принципе, во всем мире это существует. Создаются специальные проекты для детей с особенностями развития, выставки. Я очень рада, что и у нас вот такой вот родится проект, что есть такое замечательное издание. Я желаю очень всем, кто издан в этой книге, чтобы они и дальше творчески работали, чтобы и дальше издавались их произведения. Я желаю даже тем, кто еще не попал в это издание, но уже работает, уже написал что-то интересное, чтобы до них дошла очередь, и их тоже можно было увидеть в следующем состоянии. Так что просто замечательно, что это удалось все сделать. Я знаю, как это сложно, знаю, как трудно вообще что-либо издать сейчас особенно, но Ольга удивительным образом все это осилила. Так что еще раз вас поздравляю, Ольга. А я вдобавок просто хочу сказать, что Игорь Юрьевич еще у нас оказался сейчас, уже во время этой книжной ярмарки, лауреатом конкурса премии «Книга года» в номинации «Лучшая книга арт-книга». Да, мы знали, как утрясающие, я поздравляю книги, да, «Гуси и лебеди», вернее, это графический, да, графический роман, можно сказать. Вот, так что... Да, Анастасия Ивановна, благодарим еще раз. И мы надеемся, если мы соберемся на второй том этой книги, на вашу помощь, на вашу поддержку. С удовольствием. Да, благодарим. Вторая, точнее уже третья большая команда, это у нас актеры, которые поддержали и озвучили. Это у нас Наталья Варлей, Василий Леванов, Инна Чурикова, Валерий Баринов, Владимир Меньшов, Юрий Назаров. Мы благодарны им и благодарны гильзии актеров. Андрей Усачев поставил нам рекомендацию. Книги на задней обложечке вы все можете прочитать. Чудесный книжный обозреватель Дмитрий Гасин дал оценку на нашей книге. Книга некоммерческая, мы еще раз обратим внимание, и передается в библиотеки и культурные центры страны. На сегодняшний день более 350 библиотек получили по стране эту книгу. И не только по нашей стране, но и ближнего зарубежья. Беларусь, Кыргызстан, Казахстан. И в нашем городе самые крупные библиотеки, такие как библиотека имени Гайдара, библиотека имени Ленина, библиотека иностранной литературы и библиотека государственная детская, в свои фонды приняли наш сборник. А в библиотеке детской, государственной, награждали финалистов конкурса чтецов нашей книги. И сегодня один из победителей этого конкурса, Анастасия Калимар, у нас сегодня. Камиль Хар. Молодец, Настя, что меня поправила. Набралась милости, несмотря ни на что, прочтет нам сказку «Нанайская снегурочка» Дианы Слепецкой. Давным-давно Стучит мать колотушкой по коже, Мнет ее. А где-то в тайге, вроде там, бах, сига. Только бы не встретился он отцу. Глядит сингах-то в окно, Никого не видать. На небе тучи, Видно, метель будет сильная. Скоро стемнеет, Сожжет мать лучинок, И сразу станет в доме тепло, Светло, Уютно. Расскажет сказку, И уснет сингах-то, И приснятся ей духи, Что хранят тайгу от всех бед. Вдруг зашуршало что-то в углу, Где перестяные короба стояли. Испугалась сингах-то, Прислушалась. Тихо. Подошла к ближнему городу, Наклонилась, Открыла его. Глядит, а там девочка, Маленькая, Небольший мизинец. На ней шубка белая, Красивее не найти. Узорами расшита, Словно самая искусная мастерица вышивала. У девочки две длинные косы, А в них серебряные снежинки сверкают. Увидел девочка сингах-то, Закрыла ручкой рычка. Не бойся, я тебя не обижу, Рыбкой вяленой угощу, Лепешками. А ты расскажи, Что с тобой приключилось? Зовут меня Несульта, Рябинка, значит, Пояснила девочка. Дерла слезы и взяла рыбку. Дела я на снежинке, Тут ветер откуда ни возьмись, Подхватил меня. Как мне теперь вернуться домой? Посадила сингах-то Несульту в ладошку, Посмотрела в окно. Темнее быстро, Метель разыгралась. Оставайся у нас, Предложила. Согласилась Несульта. Стали Несульта и Сингах-то, Как сестра. Несульта хоть и маленькая, А по хозяйству помогает. Шьет сингах-то халат, А Несульта нить продевает Через игольное ушко. Сядет сингах-то с родителями На коврежку, А Несульта в ее мягких ладонах Песни поет Или сказки рассказывает. Так и прошла зима. Снег тает, начал. Птицы из дальних стран возвращались. Что-то случилось с Несульта. Стала она грустной и неразговорчивой. Сингах-то не знала, что и делать. Какая беда тревожит малышку. Однажды проснулась рано утром Сингах-то, Надела унтек и отправилась за хористом. Вернувшись, развела очаг, Сварила луку, Поставила на стол угощение. Рыбку, сладости, Морс из таежных трав да ягод. Зовет Несульту, А та ей и говорит печально. Зима ушла, И мне уходить пора. Не грусти, милая Сингах-то, Я тебя не забуду. С этими словами Протянула Несульта Девочке две сережки. Надела их Сингах-то, А они искрятся, как маленькие снежинки. Я первым снегом обернусь, Полечу над тайгой, Укрою каждое дерево, Загляну во все окна, Нарисую на них людей, Птиц, Зверей, Буин, Какими богата река Мангбо. Так на Найдзоамур кличут. Спою песню, Уснет тайга до весны. О тебе, Продолжила крошка Несульта, Каждый вечер буду рассказывать сказки. Слушай предания древней земли, Запоминай, Храни их, И передай своим детям, Когда они родятся. Пусть берегут тебя таежные души. Улетела Несульта с появлением первой звезды, Помахала ей сингхотель в свет. Сдержала Несульта свое обещание, С первым снегом вернулась с подарками. Нашла сингхотель на пару и корзину, А в ней халаты, Каких она никогда не видела. Спиралью бьются на них ленточки, Переливаются, Словно морозный узор на солнце. Взглянула сингхотель на окно, А на нем тоже рисунки. Видит, течет Мангбон. В его глубине блестит чешуей Небесный дракон Дайсевен. А в центре реки растет древо жизни. Корни его уходят в буньи, Мир духов. Олени, Хранители рода Аминка, Крепкими рогами подпирают Пышную крону, Где щебечут пестрые птички, Челка, Детские души. Венчает древо яркое солнце, И следит оно за всеми тремя мирами. Прочно стоит древо, Значит, прочный будет род, К которому принадлежит сингхотель. Прочными будут и другие роды Амурской земли. Аминка, ты молодец. Наши благодарности тебе за участие. И наши благодарности для Анастасии Ивановны, Да, у меня помощник технический предоставит. Это все тебе. Это чтобы, да, было удовольствие. И в дальнейшем участвовать в наших проектах. Наша книга детская. Именно с детского возраста Необходимо объяснять детям, Что наше общество, Общество разных людей. И тогда мы вырастим поколение, Где нет места страха Перед человека с инвалидностью. Страх рождается от недостатка информации. Поэтому в нашей книге Мы максимально правдиво разговариваем с детьми. Человек, Ребенок по природе любопытен. Удовлетворите его любопытство. Что кому-то необходимы более сильные очки. Кому-то коляска для передвижения. И в процессе игры, Вот это и самое интересное, Которое называется творчество, Сотрутся все границы. И тогда мы, Ну, будем вот, Я считаю, что даже люди с особенностями в обществе Более необходимы для здорового человека. Именно их пример, Именно их становление и реализация Мотивировать должна нас. То есть вот здесь вот этот проект Как раз о том, о самом. И этот проект в том числе Вклад в построение инклюзивного общества. Пример социализации человека Независимо от того, Как сложились его личные обстоятельства. И именно вопросы здоровья. Большая команда, Которую поддерживала, Не только представлена в проекте Художниками, авторами и актерами. Есть у нас литературные редакторы, Которые остаются за кадром. Но я благодарна Лере Гречиной, Которая сегодня в нашей студии. Она к тому же писатель, Блогер, журналист. Она работает в Брусфонде. И несмотря на такую загрузку, Приняла участие в нашем проекте. Лерочка, тебе слово. Вот у нас у технического работника В руке микрофон. Пожалуйста. Всем добрый день. Я очень рада здесь присутствовать сегодня. Я уже давно редактирую Материалы и пишу, Связанные как раз С благотворительной социальной сферой. И меня всегда интересовали Особенные люди. Я о них очень много писала. И про людей с аутизмом, И ДЦП, И синдром дауна. Потому что мне кажется, Что они родились уже С каким-то такой Своей индивидуальной оптикой. С таким взглядом на мир Не похожим на кого. А искусство, ведь оно всегда Развивается и требует новаторов. И мне кажется, что как раз Винди с особенностями Они как раз могут стать Такими новаторами в искусстве И дать ему Принципиально что-то новое. Новое развитие. И я очень рада, что Меня пригласили принять участие В создании этой книги В качестве литературного редактора. Я сама идаюсь писателем. Я понимаю, как это сложно Вообще дойти до читателя. Что твои книги, Твое творчество Дошло до читателя. И мне кажется, Людям с особенностями Это практически недоступно. Вот, например, Среди авторов этой книги Есть девочка, Которая отпечатала Свою сказку одним пальцем. И, конечно, я понимаю, Что, например, люди с аутизмом Они же есть проблемы социализации. И без помощи они тоже не смогут Как-то проявить себя в творчестве. И поэтому Нужен такой проводник, Нужен помощник, Который поможет просто, да, Себя реализовать. И мне кажется, Что таких проектов должно быть Как можно больше. Таких книг создаваться больше. Потому что среди Особенных людей Есть очень много талантливых Авторов, художников. И мне кажется, Что мы живем в мире, В котором Особенных людей Их нет. Они не видны. А очень хочется, Чтобы они были видны, Чтобы они проявлялись И обогащали искусство. Спасибо всем. Да, действительно, Это так. Хочется, Чтобы обогащали искусство. Кроме литературных редакторов И У наших корректоров Дизайн, макет книги, Которых, к сожалению, Здесь нет. Но вы в книге Прочтете, кто они. Чтобы выйти на эти площадки, У нас была, естественно, Информоподдержка. И сейчас я представляю Лану Баршину. Она журналист, Режиссер, Историк, Писатель. Ее книги переведены На почти 40 языков мира. А по ее фильмам Изучают историю 20 века В таких учебных заведениях, Как Принстон, Ель и Стэнфорд. Лана, Вам слово. Тут я, конечно, Хотела бы сказать, Что прежде всего, Как писатель, Который работал С соавтором, С, может быть, Какими-то ограничениями По здоровью, Но с неограниченными Возможностями, Я впервые для себя Открыла мир Людей, У которых есть какие-то, Ну, может быть, Физические ограничения. И вот как раз Этот талант Позволяет Им раскрыться Больше всего Человечность В том числе, Потому что Люди, Которые Где-то, Скажем так, Воспринимаются Другими людьми Лишь по внешнему виду, Да? Как правило, Не всякий здоровый человек Будет смотреть На внутренний мир, На богатый внутренний мир. Давайте уж не скроем, Встречают у нас По одежке, Провожают по уму, И время, Это, наверное, Самая ценная вещь, Которая есть В этом мире. Не всякий, Как я уже сказала, Слышащий, Прекрасный, Человек, у которого нет Вообще никаких Физических проблем, Будет кратить свое время На то, чтобы узнать Другого человека. И вот эта вот Книга сказок Как раз Прекрасная возможность Коммуникации И нити, Соединяющей Тех людей, Которые, Может быть, По-другому Не могут Донести Свой богатый Внутренний мир До других. И Вот Я могу сказать На собственном опыте, На личном опыте, Когда я встретила Со своим Соавтором Селимом Бен Саадом, А он Художник, Несмотря на Проблемы Со зрением, И Прекрасный, Начитанный Человек. Мы с ним Несколько лет Просто вот Общий чат Вели. Я открыла для себя Очень много Могут. Чем более Что, Как правило, Люди, У которых Где-то Что-то Забирает Какая-то Особенность Здоровья, Они Более Чувствительны, Интуитивны. Они На расстоянии Даже иногда Могут Чувствовать Состояние Других Людей. И Сейчас Я хочу Представить Вам Прекрасную Уникальную Женщину, Из-за Которой Селим И Многие Многие Другие Стали Теми Людьми, Которые Могут Реализовать Себя Безгранично В Любых Видах Творчества. Это Эмилия Ивановна Леангар. Может быть Вы Слышали Про Про Леангардовцев. Дело в том, Что Как правило У нас Даже У Близких Людей Возникает Проблема С коммуникацией. Представьте себе В семье Рождается Ребенок С особенностями Слуха. То есть Неслышащий Ребенок. Или С особенностями Зрения. И даже Эта Коммуникация Слышащих Родителей С ребенком За что Мне все Это После вопроса Конечно Ведет их Куда? К Эмилии Ивановне. Я бы Хотела Передать Ей Микрофон Позвать Ею Вот Сюда Чтобы Она Рассказала О том Как Она Растит Будущих Художников Писателей Многие Ее Подопечные Закончили Вот Эмилия Ивановна Прошу Вас Расскажите О Вашей Уникальной Методике И о том Вот Мы Подопечные Ваши Крым Спасибо Ну я конечно Не буду Рассказывать О методике Это Она Долго Но Самое Главное Понимаете Для Любого Родителя У которого Рождается Ребенок Снаружи Семья Или Если Постепенно Ребенок Терябился Важно Знать Что Этот Ребенок Может Быть Абсолютно Социализированным Он Может Жить В обществе И реализовывать Себя Так Как Организует Это Общество Просто Надо С самого Начала Ребенку Предоставить Слуховые Аппараты И Помогать Ему Слышать Речь Помогать Ему Понимать Что Он Читает Что Ему Говорят Что Он Сам Говорит Потому Что Вы Знаете Что Довольно Часто Мы С вами Говорим Совсем Не то Что Мы Понимаем Мы Говорим Одно А понимаем Другое Такое Все Дело В том Как Организовывать Всего Жизнь Потом И Вот Первое Что Нужно Чтобы Родители Поверили Своего Ребенка Поверили В себя Что Они Могут Ему Помогать И Дальше Организовывать Его Жизнь Жизнь Это Бывает Очень Интересная Вот В этой Книге Наверное Нет Авторов С нарушением Слуха Но Есть Такие Ребята Которые Пишут Тоже Придумывают Сказки Спасибо Придумывают Сказки И Придумывают Какие-то Очень Интересные Истории В общем Хорошо Рисуют Талантливые Художники Пишут Стихи Это Люди Которые Могут Обогащать Наше Общество Действительно То Что Сегодня Говорилось Здесь Обогащение Обогащение Общества Так называемых Нормальных Людей Мы все Так называемые Нормальные Обогащение Тем Внутренним Миром Который Есть У каждого Человека У каждого Ребенка У которого Нарушен слух Все Забейтесь О нас С вами От Родителей От Педагогов И от Тех Рудей С которыми Встречаются Наши Говорики Служащие Люди Служащие Ребята У нас Огромное Уже Количество Тысячи Тысячи Людей Которые Когда-то Были Глухими Они Сейчас Функционально Слышащие Нормально Говорящие Нормально Понимающие Лечь Их уже Очень много Уже целые Поколения Да ни одно Поколение Оказывается Я предлагаю Всем Кто здесь По крайней мере Присутствует Чтобы В среднем Человека Который Может Нас Переспрашивает Не сразу Понимает То, что Вы сказали Быть внимательным Доброжелательным И Откликаться На Его вопросы На его Нужно Может быть И вообще У него Учиться В жизни Я желаю Всем Вам Добра Вообще Я считаю Что этот проект Просто замечательный Потому что Он несет Добро Добро В мир А Изменитель Может Только Добро А не Что-то Другое И Жестокое Отношение К людям Только Добро Добро Мы должны С вами Выращивать Сами Спасибо Большое Эмилия Ивановна Благодарим Вас И хотим Отметить Что Эмилия Ивановна В этом году Отпраздновала 900 90 Летний Юбилей Поздравляем Вас Да И Благодарим Лану За Поддержку Хочу Еще Поблагодарить Пользуясь Случаем Полину Григорьеву Нашего Куратора За Мероприятие Хочу Поблагодарить Ливию Наш Фотов Где 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 Не слышу Ливию Я предпринимаю И Дмитрия Агасина За Его Открытое Сердце И доброту Души Благодарю Еще раз Собравшихся Гостей Благодарю За Участников Спикеров Благодарю Авторов Которые Доверили Нам Свои Произведения И мы Надеемся Что наш Проект Будет Продолжаться Но А вы Ребят Все Все Дорогие Друзья Берите Пример И Реализуйте Свои Заложенные Буду Всех Спасибо большое За столь Интересный Диалог За Видеопрезентацию Друзья На этом мы Завершаем Новый Есть